Израиль может отменить наземную операцию в секторе Газа. Цахал назвал условие. Армия Израиля отменит наземную операцию в секторе Газа, если боевики Хамас освободят всех заложников и сдадутся, об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на заявление международного представителя армии обороны Израиля Джонатана Конрикуса в интервью ABC, если Хамас выйдет из своих укрытий, в которых скрывается за израильским гражданским населением, как он это делает сейчас, вернет наших заложников, всех 212 и безоговорочно покажется, тогда война закончится. Если они этого не сделают, нам, вероятно, придется войти и сделать это, сказал Конрикус, в то же время он не ответил, почему наземное вторжение в сектор Газа откладывается, несмотря на многодневные разговоры об этом. Вместо этого заявил, что израильские войска, полностью ликвидируют Хамас, спикер израильской армии также добавил, что люди «должны стать на чью-либо сторону». Согласно собственной морали, Конрикус также ответил на вопрос о гуманитарной ситуации в Газе, отметив, что не считает, что Израиль следует заставлять снабжать продовольствием врага, который «запускает ракеты по гражданам и пытается их убить» — нападение Хамас на Израиль. 7 октября боевики группировки Хамас ворвались на территорию Израиля. Во время масштабного нападения они расстреливали и воровали мирных жителей, видео своих зверств террористы публиковали в соцсетях, после этого Израиль начал военную операцию против Хамас под названием «железные мечи». Цахалу удалось выбить боевиков с территории страны. Следующим этапом может стать наземная операция в секторе Газа. Блумберг писал, что правительства США и Европы оказывают давление на Израиль с целью вынудить его отложить наземную операцию в Газе. В частности, чтобы выиграть время для секретных переговоров, ведущихся через Катар с целью добиться освобождения заложников, удерживаемых Хамасом, кроме того, боевики заявляли, что готовы отпустить некоторых заложников в обмен на прекращение огня по Газе. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК Украина в Телеграм.